Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас весьма полезная тема. Сегодня мы с вами поговорим о сдутии у кроликов. Разберем причины, по которым кролика может сдуть, как определить сдутие у кроликов, меры профилактики, ну и также расскажу вам, какими препаратами в своем хозяйстве я пользуюсь для того, чтобы вылечить кролика, которого уже сдуло. Я думаю, будет интересно. Начнем сразу, как говорится, с места в карьер и поговорим о причинах, которые могут привести к тому, что кролика вздует. Первая причина – это стресс. Когда кролик испытывает стресс, его может сдуть. Обычно это происходит тогда, когда кролика куда-то отправляешь к новому хозяину, то есть переезд, либо сам получаешь этого кролика. У меня было несколько раз, что ко мне издалека приезжал кролик и его вздувало. Ну, я как бы быстренько... Начнем мы сразу с места в карьер и пробежимся по причинам, по которым кролика может сдуть. Первая причина – это стресс. Когда кролик испытывает стресс, его может сдуть. Обычно это происходит тогда, когда кролик куда-то уезжает, либо наоборот приезжает к вам. На моей практике было несколько таких случаев, когда ко мне приезжал кролик и он вздувался. Но даже я, например, в своем хозяйстве переношу кролика, отсаживаю, к примеру, от самки и пересаживаю их уже отдельно. И бывает, иногда бывает, что кролика может сдуть. Обычно у кролика, знаете, есть такой лимит, ну или не лимит, да, как правильно назвать, период. Период, когда отсаживаешь от самки приблизительно полтора-два месяца и где-то недельки, две-три. Вот такой вот период. Я по своим крольчатам заметил, да, что вот только отсадил от самки и недельки, через две, через недельку, видимо, испытывают стресс, начинается вздутие. Не всегда. Испомета может быть один, но это не всегда. Вот, поэтому не обязательно, чтобы кролик куда-то далеко уезжал. Достаточно его перенести, крольчонка, из клетки в клетку и его может также сдуть. Следующей причиной это может быть корм. Как обычный комбикорм, зерносмеси, так и сочный корм. У многих сложился стереотип, что именно капуста является тем продуктом, которого кролика может сдуть. Ну, как бы, с одной стороны, еда, ну, а с другой стороны, любой корм, который мы даем кролику, может привести к сдутью. Сейчас объясню. Как мы обычно кормим кроликов, да, мы любим давать им вкусняшки, морковку, там, я не знаю, яблочки, капусточку и так далее. То есть, вот, мы видим кролика, либо крольчат, берем качан капусты, держите, ребятишки, кушайте, да, все для вас, лишь бы вы улыбались. Это наша большая ошибка. Любой корм, если говорить о сочных кормах, там, трава, не трава, морковка и так далее. Если мы все это даем в большом количестве, то вероятность того, что нашего кролика, крольчонка вздует, ну, 99%. Как обычно вводятся сочные корма, то есть, крольчонку дается маленький кусочек, если их много, то несколько кусочков, да, то есть, нужно кролика приучить к новому корму. Потому что до этого, например, никогда не ел ту же морковку, к примеру, возьмем морковку, да, никогда не ел. Либо ел месяц, два, три назад, и вот вы тут решили его вспомнить, ага, я же его кормил морковкой, ну, держи тебе еще морковочку. И вот этот период, который он не ел, да, организм уже у него отвык, так скажем, от морковки, и вы ему, опять же, даете морковь. Естественно, он на нее нападает, он ее ест с аппетитом, и тем самым, ну, как говорится, его может сдуть. Если вы будете все это делать постепенно, если вы будете приучать кролика к этим сочным кормам, то со временем уже можно увеличивать количество этих кормов, и уже не бояться. Потому что я вот сколько раз видел по фотографиям, по видео в интернете, что лежит там пол кочана капусты, возле него 6-7 крольчат, они едят, все сразу, а вот они сейчас сдуются, и так далее, и тому подобное. Но человек говорит о том, что кроличата уже приучены с самого детства, по чуть-чуть он давал, 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 и в итоге они доросли до пол кочана капусты. Вот, поэтому он вздутия не боится. То же самое происходит и с обычными кормами. То есть, смотрите, когда к вам приезжает кролик откуда-нибудь, без корма, ну, например, ко мне приехал кролик с Самары. В Самаре он ел какой-нибудь самарский корм, которого у нас в Иркутске нет. Он говорит, естественно, я ему даю свой Иркутский корм, который он так же никогда не ел. Вернее, что он его никогда не ел. И я ему, естественно, все это даю, он начинает это есть, и его начинает сдувать. Если у вас происходит такая же ситуация, вам отправляют кролика, либо вы просто покупаете в каком-нибудь хозяйстве этого кролика, и вам не дают это корма, тем, которым кормил предыдущий хозяин, то вводите корм постепенно, по чуть-чуть. Не надо сразу ему полную кормушку давать этого корма. Если вы будете делать все вот так, то, соответственно, никакого вздутия не будет. Кролика нужно приучать к еде, не надо сразу ему наваливать, и тогда будет все хорошо. Следующей причиной может явиться вода. Вода грязная, вода закисшая, вода зеленая и так далее. В общем, ужасно качество воды, да, плохое. Вот я так же видел и фотографии, и видео, где человек пишет, продам кролика там и так далее, и тому подобное. И стоит миска с собственными фекалиями, крольчонка, позеленевшая, с травой и так далее. Там помимо сдутия, там можно много других болезней приобрести. Да, чаще меняйте воду, потому что особенно летом, кто использует открытую посуду, она на жаре быстро закисает, эта вода. Соответственно, кролику, кролик поел комбикорма, ему нужно пить. Он в любом случае, при любом раскладе будет пить эту нехорошую воду. Отсюда вам и вздутие. Будете чаще мыть посуду, инвентарь, и никакого вздутия у вас не будет. То же самое можно и сказать про кокцидиоз, да. При кокцидиозе кролика тоже вздувает. Но если вы используете медикаменты от кокцидиоза, то вероятность того, что кролика вздула из-за кокцидиоза, практически нулевая. Не забываем смотреть срок годности у этих препаратов, потому что каждый препарат после вскрытия имеет свой срок хранения. Да, там 30 дней, 50 дней, ну у кого как, я не знаю, кто какими препаратами пользуется. Если вы эти препараты используете с хорошим сроком годности, то у вас в принципе кролика также вздуть не должно. Но если вы используете просроченные препараты, не удивляйтесь, что именно возможно из-за кокцидиоза, да, потому что препараты просроченные и действие у него нулевое, ну соответственно возможно кролика вздуло именно из-за кокцидиоза. Как определить, что кролика вздуло? Ну тут все достаточно просто. Вот на примере вот этих вот крольчат мы сейчас и будем тренироваться. Вот, к примеру, там 2, 4, 6 крольчат. Вы подходите, бросаете там им морковочку, травку, ну все, что они любят. То есть, что вы там бросаете им каждый день, вкусняшки, да, так назовем, и все кролики бегут. Вы видите, что, к примеру, вот этот крольчонок не бежит к вам, он сидит неактивный, взгляд у него такой пустой, в глазах жизни нету, шерсть у него взъерошенная. То есть, это вам первый звоночек, что с кроликом не так, да, кролик вообще как бы шевелиться не хочет, нет никакой активности. Ну, не только при вздутии кролик неактивный, при многих других заболеваниях также кролик не хочет шевелиться, не есть, не пить, и в глазах, как говорится, такая же будет пустота. Но этот кролик не вздутый, он просто немножко меня боится. Все, увидели, что кролик сидит, шерсть взъерошенная, в глазах печаль, шевелиться не хочет, все другие шевелятся, этот не хочет. Принимаем меры, вытаскиваем крольчонка и проверяем. Все, мы вытащили кролика, а теперь проверяем, вздутый кролик или нет. Почему? Потому что не всегда визуально можно определить, что кролик вздулся, потому что не всегда вздутие сопровождается большим вот животом, как мы привыкли, да, в виде вздутого кролика, что у него вот такой вот живот. Не всегда. Скорее всего, это уже запущенная, так скажем, стадия вздутия. Обычно, когда кролика только-только начинает вздувать, у него еще живот не сильно большой. Все, взяли кролика и тихонечко его трясем. Вот так вот. Если кролик вздутый, то у него будет такой, знаете, звук, как бульканье внутри, как будто вода у него булькает. И это нам, опять же, повторюсь, звоночек для того, чтобы принять меры. Прежде чем рассказать вам, какими медикаментами в своем хозяйстве пользуюсь я, давайте пробежимся, пройдемся по профилактике. Какую же профилактику нужно делать от вздутия? Я использую в своем хозяйстве яблочный уксус. Многие используют молочную кислоту. Очень хорошая вещь, но для себя я решил, что она для меня дорогая. Такой вот небольшой бутылек, 100 миллилитров, тогда стоил то ли 130, то ли 150. Ну, в общем, для меня это дорого. Я выбрал более альтернативный вариант. Это яблочный уксус. Кролики с удовольствием пьют. Три столовые ложки на 10 литров. В принципе, хватает надолго. И как бы по деньгам выходит гораздо дешевле, чем вот эта молочная кислота. Молочная кислота есть и 40% и 80%. Ну, вот случилось так, что все, вы увидели, что вашего кролика вздуло. Пора принимать меры. Самое важное, на мой взгляд, это время. То есть, чем раньше вы увидите, что кролика вздуло, тем быстрее вы примете меры к его спасению. И вероятность того, что вы его спасете, ну, где-то процентов 80. Своих я где-то так же и спасаю. Если я вовремя замечаю. Ну, в принципе, я к ним хожу каждый день. То есть, утро, вечер, я иду кормить. Я вижу, что если кролик сегодня скакал, прыгал, я корм насыпаю, он ко мне бежит. Вечером я иду его кормить, а он уже не хочет ко мне бежать. У него нет ко мне никакого интереса. Он не активный. Соответственно, я этого кролика вытаскиваю и начинаю смотреть. И тем самым, ну, я так думаю, что я успеваю на начальной стадии развития того же вздутия, успеваю это заметить и начинаю принимать меры. Может быть, поэтому я и спасаю кроликов гораздо быстрее. Но, опять же, хочу сказать, что на моей практике не было ни одного такого супер лекарства, волшебной таблетки, которая за полдня вылечивала кролика от вздутия. Как вот я вот в ютубе также вижу супер средство от вздутия. Сегодня проколол, сегодня пропоил, прокормил, я не знаю, что там. И все, через час, через два или на следующий день кролик бегает и скачет. Ну, это можно, наверное, отнести в разряд сказки. Потому что я сталкивался с дутьем и сталкивался с ним не раз. И могу смело заявить, что никакой ни полдня, никакой ни день не уходит на то, чтобы вылечить кролика. Уходят дни, не один, два, три, четыре, вплоть до недели до полного восстановления самого кролика. Поэтому, ну, я не знаю, я не верю в эти сказки. Ну, ладно. Сейчас я вам расскажу о своих препаратах, которые я использую. Я вообще использовал очень много препаратов. И скажу одно, что испумизан, боботик, кто-то мне как-то говорил, что очень хорошо помогает. Мне абсолютно, ну, мне вообще не помог. Я скажу так. Это деньги на ветер. Он стоит очень дорого, 300 с копейками рублей. Но ни разу при вздутии, когда они у меня были, мне это не помогло. Поэтому я перешел на, где-то подглядел на диспаркол. Подглядел, что в какой-то группе, не помню, что ребята говорили о этом препарате. Диспаркол. Стоит он 350 рублей. И хватает его вот так, даже скажу больше, больше, чем с головой. Вводится он внутримышечно. Кому интересно, пишите в комментариях дозировку. Я скажу, колоть несколько дней. Вот. Препарат очень хороший. До этого, я уже говорил, я использовал и другие препараты. Но что-то они мне, ну, как-то, они мне не пошли. В общем, скажу так, честно скажу. Они мне не пошли. Вместе с диспарколом, это диспаркол внутримышечно. И вместе с ним я использую тимпанол. Средство дешевое, но очень и очень эффективное. Это я могу также смело заявить. Потому что спасал я кроликов не раз. И именно вот этими лекарствами мне очень понравилось. И срок спасения кролика, он уменьшался. То есть, если раньше другими препаратами я спасал кроликов вплоть до недели. Да, я уже говорил, до полного восстановления. То здесь буквально на третий день, если вовремя заметить, на третий день кролик уже начинает есть. И еще самый важный момент. Когда вы увидели, что кролика вздуло, сразу его изолируйте. Ну, если он сидит у вас, кроличата сидят вместе, сразу его изолируйте. Потому что многие скажут, конечно, что, а зачем, ну, тут же его и колоть и так далее. Далее, сразу мое мнение, да, мы не знаем, по какой причине кролика вздуло. Кокцидиоз это или не кокцидиоз. А кокцидиоз мы знаем, это опасное заболевание. Оно может передаваться от кроличонка к кроличонку. Вот по этой причине мы и изолируем больного кроличонка. Потому что на анализы никто не возит. Мы не гадалки, да, чтобы нам точную информацию узнать, да, кокцидиоз или не кокцидиоз. Поэтому, как говорится, наверняка взял, убрал, оставил ему воду, обязательно с витомом, и сено. И там уже в процессе проколки, пропойки препаратов, уже смотрите по состоянию. Но, сразу скажу, даже если кролик пошел уже вот на поправку, вы видите, что он активно стал двигаться. Стул у него уже более-менее завязался. Да, кстати, про стул, помимо вот этих препаратов, кролику еще нужно делать массаж живота. Сейчас покажу. То есть, у меня получается комплекс такой, да, прокололи, пропоили, взяли кролика и начинаем делать массаж. Для того, чтобы пытаться запустить, так скажем, его желудок. Вот, если есть возможность где-то запустить кролика в какой-нибудь небольшой вольер, чтобы он там подвигался, чтобы, так скажем, опять же, повторюсь, запустился желудок, выпускайте, пусть бегает. Если сам не бегает, потому что ему плохо, да, то подталкивайте его, там, руками, можно немножечко его ногой подтолкнуть, ну, чтобы он хоть немножко, но шевелился. Все, надеюсь, эта информация была для вас полезна. Если полезная, ставьте лайк. Не забываем подписываться на канал. У нас уже больше трех с половиной тысяч на моем канале. Я очень рад. Всем огромнейшее спасибо. На этом все, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok